Привет, привет, друзья! Всем привет с Аляски! Сегодня у нас 2 октября 2014 года, четверг, и закончилась наконец-то какая-то очень длинная получилась учебная неделя, и на самом деле учебный месяц сегодня закончился. Вообще у нас семестр вот этот осенний разбит на модули, и вот первый модуль закончился как раз сегодня. 4 недели он длился. Я вот здесь разбираю папочку свою с разными бумагами, черновиками, половину выброшу, половину там уберу в другой шкаф, половину оставлю в этой папке, чтобы еще раз посмотреть, повторить и так далее. И вот решила заодно рассказать, что у меня вообще с учебой происходит. Учиться мы вообще начали 8 сентября. Вот, месяц прошел, 2 октября, и следующая неделя мы не учимся. Ура! Господи, я так хочу отоспаться! Я даже в субботу, в воскресенье не могу выспаться, встаю по будильнику, знаю, что мне не на занятия, сижу очень долго вечером, потом будильник звенит, я просыпаюсь и опять не высыпаюсь никаким образом. Вот. И мы отдыхаем эту неделю, потому что наши учителя будут учиться. Приезжают люди с системой образования, из Вашингтона. И, значит, вот следующей неделе я отдохну. 13 октября мы опять начинаем учиться. Я отучусь один день или два. Я улетаю на Гавайи 14 октября. Самолет у меня в 2.40, то есть, в принципе, с утра я еще могу пойти на занятия, но я не знаю, просто у меня есть такая, я уже говорила, неспособность спать ночь перед самолетом. Я очень переживаю, волнуюсь перед поездкой, и поэтому я посмотрю, как вообще я проведу эту ночь. Если все будет нормально, если я высплюсь, то, конечно, я встану утром и пойду на занятия, и занятия сразу на самолет. Если я полночи не буду спать, а потом сонно идти на занятия, то я тогда вообще лучше не пойду. К этим я так и предупредила, что в понедельник я еще приду, а вторник у нас под вопросом. И вот это будет, значит, у нас третий модуль до конца октября. Три недели всего. И три недели потом вот декабрьский, этот последний модуль. Что я брала в этом семестре? Я брала social studies, общественные науки. Общественные науки в этом семестре были ужасно трудные, ужасно. Если раньше мы просто изучали вопросы, ответы на вопросы, которые будут в GED попадаться, то в этом семестре мы сплошь писали каждый божий день сочинения. Кроме четверга, три раза в неделю мы писали сочинения, а последний день мы обсуждали все это, изучали грамму. И вот такие сопутствующие, скажем, знания получали к тому, что вот нужно нам по social studies, именно по сочинениям. Сочинения для меня это хуже горькой рейтки, хотя, в принципе, я делаю более-менее хорошо уже на некоторое сочинение. Я получаю вообще прекрасные положительные отзывы. Последняя, правда, вот, которая была вчера, оно было как бы завершающим, без всяких объяснений, без ничего. Я не очень хорошо справилась. Вот у меня тут все зеленым перечеркнуто. Хотя и не совсем позорно, скажем так, серединка на половинку. Хотя во время самого семестра я очень-очень даже хорошо занималась. Вот такие, типа, получала я сочинения, вернее, получала оценки. Nice job. Это очень приятно, когда, вот, пишут тебе nice job. И большинство у меня, в принципе, было вот таких сочинений, скажем, хороших. Вот они, каждое сочинение nice job. Я успевала писать вступление, основные части, заключения. И хочу сказать, что отводится на это не более получаса. То есть, вообще, положено 25 минут, но, может быть, чуть-чуть дольше, 25, 30-35 минут мы писали их на занятиях. Мне никогда не хватало времени. Следующий урок это Reading Strategies. Очень я люблю этот урок. Он легкий. Он очень легкий. Мы читаем такие ненапряжные тексты. Это самый-самый низший уровень, который вот изучается в этой школе по чтению. И я очень прекрасно себя в нем чувствую. И беру я следующий же еще, Art Language Art Foundation. Это, они пересекаются, в принципе, с вот предыдущим. И поэтому еще есть Академик, Read&Write. Это самый уже тяжелый уровень. На него я не хожу. Вообще, вот эти все три класса чтения, они перекликаются между собой. Одни и те же книжки, одни и те же материалы. Ну, не в точности, конечно, повторяются. А бывает, что используются одни и те же статьи. И Петти переживала. Она говорит, мы уже это читали вот в предыдущем классе. В октябре, может быть, будет неинтересно. Я ей сказала, что мне это очень даже будет интересно. И наоборот, мне никогда не помешает все это повторить второй раз. Потому что английский мой не родной язык. И я все равно еще испытываю определенные трудности в изучении. И о прогрессе я хочу сказать, что да, прогресс есть. Я вижу улучшения, но однобокие улучшения у меня идут только в восприятие языка. Я очень хорошо стала понимать, гораздо лучше стала понимать за вот эти сколько, 4, наверное, месяца, сколько я занимаюсь. Летний семестр, вот один месяц уже осеннего семестра. Я вообще не напрягаюсь слушать Петти. Я уже говорила, что очень важно привыкнуть к голосу, к манере объяснения. И я ловлю себя на мысли, что мне, как раньше, мне не надо переводить, что вот она сказала с английского на русский, чтобы понять. Я воспринимаю сразу речь английскую. То есть я не думая, воспринимаю эту информацию, то, что она говорит, то, что читает. В текстах я практически знаю все слова, кроме небольших исключений, которые я записываю, но не учу. Некоторые сами слова запоминаются, я с удивлением обнаруживаю, если я встречаю потом еще раз это слово, что я его когда-то записала и уже знаю его значение и так далее. То есть нужно заниматься однозначно, эта школа мне на пользу, но говорить я так и не могу. Я пытаюсь, хотя я пытаюсь, я уже начинаю более уверенно отвечать как-то на уроках, если вот что-то она спрашивает Петти, я могу ответить. И не так уже там тихонечко, а более громко, более уверенно я могу. Но допускаю все равно какие-то досадные ошибки. Сегодня она рассказывала про Анкорический музей, что он по пятницам открыт бесплатно. И там вот какая-то будет композиция в эту пятницу, выставка Лего нового или еще что-то. И мне очень стало интересно, я подумала, может быть, мне стоит туда сходить. И я решила спросить, где этот музей находится. Where is this museum? Я хотела сказать. А сказала, which is this museum? Что абсолютно неправильно. Вместо where, где? Я сказала, which, который это музей, который из музеев это. В общем, причем я сразу же понимаю свою ошибку, сразу же. То есть в ту же секунду, когда я это сказала, я поняла, что я сказала неправильно. У меня не думая правильно не получается. Мне нужно подумать, составить в голове предложение и потом его сказать. Вот тогда еще более-менее может быть получится. А вот так вот болтать с вами, как непринужденно и о чем-то рассказывать не выходит. Не выходит никак. Так, может быть, нужно мне еще какие-то взять классы именно разговорные. Потому что вот на этих всех уроках говорим мы очень мало. Практически, практически не говорим. Ну, вот какой-то вопрос с места может быть. И то она задает вопрос не кому-то конкретно. Очень редко, когда она меня вот лично спросит. А так она задает вопрос общий в класс Пэти. И кто ответит, тот ответит. Вот и то я говорю уже, стала я отвечать иногда, не стесняться. В общем, вот такой вот отчет по моим занятиям. И следующий модуль. Кое-что поменяется. Вернее, уроки останутся те же. Но вот в social studies, общественные науки, мы уже не будем писать сочинения. Мы как раз будем вот теперь уже изучать вопросы, которые будут. Мы же идти ответы на вопросы. Изучать вообще просто устройства. И опять будет американская история. Опять будет сывик. Это вот гражданские права и так далее. Что тоже, конечно, очень интересно. И гораздо легче, чем писать эти сочинения. От которых я, если честно, очень сильно устала. Вот, вот вроде как и все по моей учебе. Сегодня я буду готовить беляши. Мне понадобится фарш, лук, соль, перец. А тесто у меня вот такое. Я купила в магазине баночку. Здесь 8 лепешечек. Ни разу в жизни я эти лепешки не покупала, не видела. И с нетерпением, даже с каким-то предвкушением, жду, как я раскрою эту баночку. И посмотрю, что там находится внутри. Но для начала я сейчас замешу фарш. Вот у меня уже готовый купленный фарш. Мелко порежу лучок. На терке тереть не буду. Буду его мелко резать. И мама мне сказала, что его можно еще слегка, слегка, там пару минуточек, припарить на сковородочке. Но мне это делать лень. Поэтому я его лучше просто помельче порежу. Посолю в соли, помну. Он тогда становится мягче. И добавлю фарш. Вот. Посолю, поперчу. И хорошо-хорошо этот фарш вымешаю. Вот так я постаралась лук порезать очень мелко. И в соли он уже у меня стал таким более мягким. Пустил сок. И я надеюсь, что у меня получится хорошо. Даже без припаривания немножечко этого лука на сковородочке. Я думаю, что он у меня стал достаточно мягкий. Делаю я все это в первый раз. Поэтому не знаю, как и что по пропорциям. Буду пробовать сейчас. Вымешу и буду пробовать, как это будет на вкус. Ну, в принципе, фарш получается очень простой. Мясо, лук, соль и перец. Когда я делаю пельмени, вернее, когда я делала пельмени в прошлой жизни, не делала, уже 155 лет, я еще бросала чеснок. И я еще добавляла молочко. Ну, вот в беляши я даже не знаю, нужно это делать или нет. Забыла вчера спросить у мамочки. Она мне сказала вот так вот вкратце про лук, про то, что нужно хорошо вымесить фарш. И, в принципе, вопросы, они возникают по мере изготовления. Вообще, мамочка у меня самый лучший в мире кулинар. Все самое вкусное у нее, самые вкусные беляши, которые я ела в жизни, это мамины беляши. Самые вкусные на свете пирожки. Я ужасно скучаю по ее пирожкам. И у нее безумно вкусно дрожжевое тесто, пирожки. Я даже записывала рецепты несколько раз. Ну, вот, все никак у меня. Во-первых, руки не дойдут. Во-вторых, я так и до сих пор не знаю, где покупать дрожжи. В-третьих, и самая главная причина, почему я этого не делаю, потому что я живу одна. Вы сами знаете, для одного готовить, ну, никакого удовольствия. Поэтому я стараюсь максимально упростить себе вот эту кухонную задачу. И делаю что-то вот такое быстрое и не сильно напряжное. Я бы никогда в жизни беляши эти не завела, если бы не вот это вот тесто, которое, кстати, я сейчас буду открывать. И теперь самый интересный момент. Я открываю банку. Опять же, спасибо Оле Брукман за то, что она сказала, как это делать. Я бы, конечно, точно так же, как вот она рассказывала, что она, когда не знала, открывала открывашкой вот здесь по кругу этой банки, чтобы достать тесто. А оказывается, здесь все предусмотрено. В общем, вот так вот я нашла, что здесь подцепляется край и снимается вот эта оберточка с банки. А дальше просто надавить на банку. И вот она лопнула. И в ней оказались вот такие прекрасные шесть лепешечек. Выглядят очень классно. Ну-ка я сейчас отщипну. Очень вкусные, не сладкие. Я больше всего переживала, что сейчас куплю каких-нибудь сладких лепешек. Вот что у меня получается. Я думаю, что это не идеально, но для первого раза сойдет. Еще посмотрим, как это получится на вкус. Потому что все-таки тесто мне представляется каким-то резиновым. Я вспоминаю мамино тесто. Какое оно воздушное, какое оно невесомое. А это вот просто как какой-то пластилин. Моя ошибка была в том, что я не слишком раскатала тесто. И беляши получились высокие. Не успевает вот эта вот полосочка средняя. Не успела, не смогла прожариться, потому что она не попадала в масло. Хотя и так налила очень много. Вот. Здесь вот чуть-чуть пригорело. Тоже мне кажется, это неправильно. Но последних два я уже раскатала тесто очень хорошо. Очень сильно. И лепешечки получились тоненькие. Мне они нравятся больше. Вот эти, я думаю, сделаю немножечко по-другому. Вот совсем другое дело. Вот этих два беляша. Во-первых, их было гораздо легче лепить. Во-вторых, они получились у меня красивее. И вот такие они очень высокие по форме. Итак, вот он результат. По сравнению с мамиными беляшами, которые для меня являются просто эталоном на пятерку с плюсом, то мои получились где-то на троечку. Тесто, конечно, не такое мягкое. Оно более, скажем так, хрустящее. Мамины беляши, когда ешь, с них прямо выливается водичка. Я особенно люблю вперед выпить эту водичку с мяса, а потом уже есть беляши. Мои вот эти первые получились суховатыми. Я немножечко исправила ситуацию в последних двух. Я положила кусочек масла туда. И вот я вижу, что они уже гораздо лучше, что здесь водичка. И пропеклись они лучше. Но, тем не менее, я съела три штуки. Просто заглотила, как крокодил. Это даже называется не съела, а сожрала. Вот в прямом смысле этого слова я не могла остановиться. Я уже говорила, что до какой я степени соскучилась по этим беляшам, что даже то, что они у меня получились не очень идеальные, не помешало мне насладиться моими первыми за пять лет, наверное, беляшами. В общем, объелась, устала, делать ничего не хочу. Хочу идти валяться целый день, целый вечер сегодня в постели. Поэтому вот сниму вам напоследок кошек и пойду уже отдыхать. Да? Вот она моя, LG, здесь лежит, отдыхает. Да, LG, а Сквикишка, вот она у меня здесь в коробочке. Сквик, коробочке улегла здесь моя. Да? Урчит. Сквика, ты так урчишь громко. Ну, все, мои дорогие, всех целую, всех люблю. Всем желаю вкусных беляшей, как у моей мамочки. Мои тоже беляши. Сегодня хорошо пошли в ход с охотки. В общем, все. На этом я с вами прощаюсь. Сквиконька, скажи моя пока-пока. Скажи всем пока-пока. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok